Вы вам зарплату лишили? Вот вы сейчас не выходите на работу. Мы у вас деньги отобрали, зарплату у вас лишили. Ну проценты-то урезали. Ну вот это наше право, мы хозяева. Видео с забастовки водителей и кондукторов 20-го автобуса попало в сеть. Оказалось, что сотрудники 20-го маршрута взбунтовались и не вышли на линию за сокращение процента, получаемого с выручки в качестве зарплаты. Не до выпуска автобусов на линию вызвал цепную реакцию. Пользователи соцсетей с самого утра жаловались на сильную давку в двадцатке. По словам пассажиров, салон был настолько переполнен, что даже поручень не выдержал и сломался. Администрация Барнаула взяла транспортную проблему на контроль. Профильным комитетом совместно с представителями транспортной компании организовано взаимодействие по урегулированию спорных вопросов. Ситуация находится на контроле у комитета. Удалось ли достигнуть компромисса между работниками, руководством пассажироперевозящей компании мы расскажем в ближайшие дни. А между тем, недовольство по состоянию общественного транспорта, обновлению маршрута и расписанию можно выразить в опросе, который на днях запустил Общероссийский народный фронт во всех регионах. Жители Алтайского края, участвующие в анкетировании, могут смело указывать болевые точки транспортной инфраструктуры. Эти опросы всегда своевременны, а в этом году он своевременен, потому что не так давно, с 1 мая, повысился проезд. У нас сразу в двух муниципалитетах края, это в городе Барнауле и в городе Бейске. И зачастую мы можем слышать, что не всегда цена соответствует качеству. Чем больше и развернутые будут ответы на эти вопросы, тем мы увидим проблемы, которые обозначают наши граждане и, соответственно, можно будет работать над их исправлением. Опрос продлится до 20 мая. Принять участие можно по ссылке, которую вы видите у себя на экране. По итогам специалисты сделают выводы и предпримут соответствующие меры. Напомним, в Барнауле стоимость проезда выросла на 5 рублей, а в Бейске на все 7. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.